Здравствуйте, я Наталья Москвитина, мама четверых детей. Это первая в России телевизионная служба спасения от абортов прямая линия жизни. Когда-то меня саму трижды направляли на аборт, и я стояла перед этим страшным выбором. Я сохранила все свои беременности и стала счастливой мамой. Теперь каждую неделю в прямом эфире я с командой единомышленников помогаю вам сохранить вашу беременность. Мы с вами все 9 месяцев и даже больше. В течение всей недели наши эксперты, психологи, юристы, врачи и священники с вами на связи. Мы всегда готовы помочь и ждем ваши письма и звонки. Вот уж точно, ничего не бойтесь, пишите нам, мы с вами рядом всегда протягиваем свою руку, чтобы помочь вам. И вы обязательно и пишите, и звоните, не только с какой-то просьбой помочь, потому что тут-то мы подключимся, я в этом уверена. Но если вы хотите рассказать, как у вас все закончилось, как помогла наша программа, как вы родили своего ребеночка, как вы теперь счастливы. Ну или если сейчас тоже нужна поддержка, тоже звоните и пишите. Мы очень рады от обратной связи, от вас, от ваших голосов, от ваших историй, от ваших жизней. Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, друзья наши. Здравствуйте. Кто первый раз, кто не первый раз у нас. С нами сегодня впервые Елизавета, Елизавета-психолог. Вы знаете, я, Елизавета, честно скажу, когда смотрела сюжет с вами, смотрела этот материал, и услышала вот этот вот механизм, такой психологический, якорный воздействия на женщину, написать письмо и написать там, дорогой сын, я решила сделать аборт или лишить себя жизни, потому что, вот вы знаете, я подумала, а вы ничего более гениального еще не придумали. Мы сидели тут, все просто обливались слезами. Я подумала, представь, что ты прямо сейчас идешь и убиваешь, и ты ему пишешь письмо о том, что у меня есть веские аргументы тебя убить. Это настолько сильно, это настолько рабочий инструмент. Как вам эта мысль в голову пришла? И очень важно, когда женщина это пишет до того, как она приняла это решение, понимаете, когда это уже поздно, и она об этом пишет, объясняет, это уже совершенно другая история. Здесь есть замечательная возможность. Вот у нее сомнения, понимаете, там на нее давят, допустим, родные, близкие, врач, кто-то. У нее есть прекрасная возможность понять, на какой шаг на самом деле она принимает решение и остановится. Дорогие мамы, дорогие женщины, если вы сейчас в положении, вдруг вы думаете, а сохранять ли мне мою беременность, ведь у меня тысяча проблем, поверьте, и у меня их две тысячи, и у любой женщины их просто миллионы. И мы можем сесть и прописать, но вы просто сопоставьте, что есть жизнь вашего ребенка, и все эти ваши проблемы. Попробуйте, оправдайте себя, просто попробуйте написать, получится ли у вас, это большой вопрос. Но переложите свои мысли на бумагу. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут? Настя. Настенька, да, мы слушаем вас. Ну вот у меня такая вот сильная душевная проблема. Я когда-то сделала аборт, и потом очень об этом сильно пожалела. И как бы, не знаю, вот у меня на всю жизнь, на мою, это очень сильно отразилось. И вот я в этом жалею, прошу Бога простить меня, но все равно... У меня после этого ребеночек, несчастье случилось. Я родила все-таки после аборта, но вот и третий ребенок у меня был, вот когда я убрала. И я вот себя винила, это не виню по сей день. Это ничем, эту боль никак не уберешь изнутри. Боже Бога, прошу, что прости у меня. А что у вас потом произошло, расскажите? Вы говорите, какое-то несчастье произошло. Что случилось? Потом у меня ребеночек погиб, утром. Сочувствуем вам. Примите наши соболезнования. И от тех, кто сидит в этой студии, и от наших телезрителей. Обязательно помолимся. Да, хочется сказать, чтобы никогда никто такой... Господь тебя даст на детей, и финансы, и все даст. Чтобы не поступали так, никогда не убирали своих, не убивали детей. Как бы тяжело не было, надо рожать. Спасибо. Потому что всю жизнь ты с этим будешь жить. И корить себя, и винить. Потому что страшнее этого ты, ничего нету в этой жизни, ничего. Убить своего ребенка. Да, это правда. Спасибо. Спасибо, что дозвонились. Спасибо, что сказали эти непростые слова. Я примерно представляю, как сложно вот так вот при всех взять и фактически такую публичную исповедь перед людьми сделать. Видимо, женщине действительно тяжело. Отец Василий. Как потом жить с этим, если когда-то по незнанию, по глупости, по какой-то допустил эту ошибку? Рвущая душа. История. Конечно, мы здесь все и так сочувствуем. Это ничего не сказать. Но все-таки жизнь продолжается. И поскольку она продолжается, нужно найти в себе силы дальше жить. Господь Бог Христос дает нам не только ощущение справедливости, ощущение наказания, судей, но больше он дает нам знание своего сыновства, что мы дети Божьи, и он есть отец наш. А отец любящий всегда найдет в себе силы, чтобы простить. Нужно только прийти с покаянием. И как пастырь могу вам сказать, как человек могу вам сказать, что это то, чем мы живем. Когда мы придем в храм, покаемся в любом грехе, абсолютно любом, Бог простит. Бог примет это покаяние. Только бы оно было искренним. А чего здесь, я вижу, не хватает в нашей зрительности? Сейчас ощущается недостаток веры, недостаток убежденности в том, что таинство действует. Святые отцы называли исповедь баней, баги бытия, в которой душа омывается. И если даже сразу, вот с первого не получилось, мы снова идем и снова моемся, мы должны в исповеди себе сделать такой нарратив. Я пришел в больницу и не уйду отсюда до тех пор, пока не вылечусь. Вот если уже говорить предметно, я буду исповедоваться столько, сколько нужно до тех пор, пока я не осознаю, что я прощена, прощен. Вот по этому совету не отчаиваться ни в коем случае, потому что очень много вот прям отчаивания, именно такого неправильного отчаяния. А сейчас Василий, ну я знаю, что многие женщины ходят, да всю жизнь потом после этого аборта исповедуются. Вот тут же тоже есть какая-то поломка, ведь Господь наверняка простил уже там десятки лет назад, да? Что это наша маловерия такая женская? Я вот тоже, когда об этом думаю, Наташа, сдается мне, Бог попустил нам вот эти остатки, какие-то, не знаю, осадки от греха, чтобы они скребли наше сердце, тем самым подвигая нас к деятельности. Потому что одно дело, тебя прощен, у меня все хорошо, я забыла, и все. Нет, у тебя есть сейчас реальная возможность найти слова своей дочери, объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. Своим, не знаю, знакомым, если хочешь, там, ну, старше, младше тебя, или с твоим родственником. Неважно, кого Господь сейчас к тебе направит, и он тебе скажет, она тебе скажет, я хочу сделать аборт. Так вот, ты должна найти слова, ты должна выразить то, что у тебя сейчас происходит в душе, и помочь человеку не сделать этого греха. Алексей, когда к вам женщина приходит и говорит, хочу сделать аборт, как вы на это реагируете? Вот как важно? Видите, какие муки совести? Иногда кажется, рощерком пера что-то в кабинете, какую-то бумажку подписали, и все. А потом женщина всю жизнь мучается, и эти дети ей снятся, и все в жизни крутится вокруг этого аборта, вся судьба. Сегодня, в современное время, конечно, мы рассказываем пациентам нашим, которые решились, пришли сделать аборт, и уже, вот, казалось бы, получили направление в женской консультации или в частном медицинском центре на аборт. Мы им рассказываем о том, что это глобальная медико-социальная проблема, и вводим каждого в то, что от незнания, от неопытности они не понимают, на какую вообще страшную операцию, на какую страшную манипуляцию они идут. Я все время убеждаю таких пациентов, призываю к тому, чтобы они вникли в то, насколько это страшно, опасно прервать жизнь, да, еще не родившегося того маленького человечка, насколько ей страшно самой пострадать в этой манипуляции от кровотечения, от ранения смежных органов, и вообще можно погибнуть, да. И когда более детально или глубоко начинаешь разговаривать, уже, казалось бы, появляются сомнения у них, да. А что вы конкретно говорите? Я просто знаю сегодня, услышала, что сегодня вы приняли 12 родов, 12 детей родилось, вот Алексей принимал эти роды. Ну вот я не знаю, вот тут похлопать нужно или что-то, да. Ну то есть какие-то слова вы 9 месяцев нашли, что-то сказали, что-что говорили. Понимаете, что сегодня, да, есть дежурство действительно суточного воскресного, и у нас произошло 12 родов, это те женщины, которые уже пришли на финишный этап и родили, да, этих счастливых детей. Очень приятно, что много сегодня женщин, которые рожают третий, четвертый, пятый, шестый роды. Ну у вас же были случаи, когда вы их просто с кресла снимали и говорили? И таких случаев тоже есть, и в моей практике они есть, когда уже она, казалось бы, легла на стол в сомнениях, и ты последние минуты перед введением, может, да, внутривенного наркоза говоришь о том, что еще не поздно все вернуть, какое-то происходит, знаете, у них сомнения, словно Господь Бог их, так скажем, озаряет. И они соскакивают с мандражом, со слезами, с криком, с нервами и выбегают из операционной. Я в этот момент всегда думал, Господь с нами, значит, Он слушает. И внутри, знаете, я за них, за всех, потому что человек боговерующий, я молюсь, молюсь за то, чтобы они приняли правильное решение. То решение, которое бы их радовало в дальнейшем, а не разочаровало, чтобы мы не получали таких звонков, не получали никаких осложнений и прочее. Все аборты, которые сегодня проводятся, они, я сугубо уверен в том, что от незнания, только от незнания человека, что это и как это. Точно, от незнания, наверное, от какого-то маловерия в моменте мы все время сомневаемся. Вообще, я заметила, что и вообще русские люди вот так все время как-то вот мы сомневаемся, что это вот надо, чтобы кто-то подхватил, а кроме Бога нас, русских людей, никто не может подхватить. Мы только на помощь Божию надеемся. Вы знаете, я вам расскажу сейчас такую небольшую историю, верну немножко в предыдущие эфиры. У нас было два совершенно невероятных письма. Сначала к нам написала женщина Агата, которая попала в аварию, и будучи беременна ребенком, она в аварии выжила, а муж ее нет. Муж не выжил, муж погиб, и она решила прервать беременность, потому что, ну, побоялась уже, как она будет этого ребенка поднимать одна. Но перед тем, как пойти на аборт, она написала нам. Ну, мы, соответственно, включились, начали помогать, конечно, и все, кто был в этой студии, и все, что происходит за кадром, закрутилось вокруг этой женщины, потому что нам было важно, чтобы она ребеночка родила. Ребенку поставили порог сердца, сейчас консилиум собирается по поводу рождения или нерождения, причем консилиум давит на нее, говорят, что сильный порог, несовместимый с жизнью. И мы пока в процессе, я пока только надеюсь на то, что она примет правильное решение, сможет противостоять, мы, естественно, рядом с ней. Но на следующий эфир, только-только мы отошли от этого письма, к нам приходит письмо от Арины, которая оказалась в точно такой же ситуации, которая тоже попала в аварию в ноябре, у нее погиб супруг. Эта женщина оказалась беременна двойней, она после аварии была лежачая, и она схватилась за подол халата врача, чтобы ни в коем случае не прервали ее беременность, потому что, будучи под наркозом, она так вот еле слышно услышала голоса врачей, которые говорили, спасаем только мать. И она сказала, ни в коем случае, я не буду жить, если, потеряв мужа, еще потеряю двоих детей. И вот вы знаете, она написала нам поддержать Агату. Это были удивительные слова, где она предложила финансовую помощь, вообще любую помощь. Она готова была этого ребенка у Агаты усыновить или удочерить. Сказала, что если она примет решение рожать, то все, что смогу, буду делать. Только, пожалуйста, рожай. Потому что кроме мужей сейчас в нашей жизни остались только наши дети. И два дня назад, может быть, я теряюсь в датах, но Арина родила преждевременные роды на 31 неделе, кило 100, кило 202 мальчика. Их покрестили в ночи, приходил священник. Мальчиков назвали Марк и Матфей. И я очень прошу всех подключиться к молитве, потому что битва идет за каждого из них. Положение очень тяжелое. Врачи дают всего 10% выживаемости. И врачи все как один говорят молитесь. Так что я считаю, что это наш святой долг нашей программы. Всех телезрителей, которые тоже нас смотрят каждый понедельник. И пишут, как помочь, что сделать, как нам быть в команде проекта «Прямая линия жизни». Пожалуйста, подключайтесь. И давайте все будем молиться. Наверное, вот сейчас, в этот самый момент, когда все захотели помолиться, я думаю, что самое уместное, что может быть, это прерваться на несколько минут и вернуться, уже помолившись, в эту студию. Это «Прямая линия жизни». Мы снова в эфире. Вы знаете, я подумала, что вот две разные истории, представляете? Да, тут с одной стороны женщина, которая вот только что хотела прерывать беременность, сейчас борется с консилиумом и сама еще не уверена и в своем решении, да. И врачи, которые стращают и говорят, что порог, он все равно не жилец. И в то же время вот тут врачи борются за двоих и тоже стращают, и тоже говорят, что, в общем, только 10% выживаемости. И вот наши программы и наши телезрители, которые сейчас подключатся и будут молиться. В общем, мы вот всегда пытаемся всячески помогать, и чтобы каждый телезритель тоже в этом участвовал. Но так комиссия, которая советует беременность прервать из-за порога сердца, конечно, это очень сильное давление. Потому что врач это в любом случае профессионал, человек, который больше знает, чем любой из нас, кто не является медиком. Если тебе это говорят, ты начинаешь слушать его, сомневаться в своих каких-то решениях, да, вестись на это. Но среди нас есть мамы, детям которых ставили тоже порог развития. И как мы с вами поступали, давайте вот сейчас к Свете обратимся к Свете. Насколько я помню, может быть, я подзабыла, исправь меня. По-моему, Сонечки ставили порог развития именно с сердцем, да, порог развития сердца. Совершенно верно. Но, слава богу, просто у нас получилось то, что это не отнесли уже к пороку. У нее действительно очень сильные шумы в сердечке. Вот, потому что, ну, я не врач, но, как мне объяснили, у нее дополнительная венка на вход, дополнительная на выход, что создает очень сильные шумы. И когда врачи прослушали, даже некоторые вот на УЗИ, полгода, в общем-то, меня мучили с тем, что вот предупреждали, что ребенок с пороком, и надо наблюдаться, и обследоваться. И в конце концов мы попали к профессору, который очень детально изучил нашу ситуацию, и сказал, нет, все, успокойтесь, у вас нет порока, сердечко совершенно функционирует хорошо. Вот, да, у нее есть особенность, просто вот так мутировало сердечко. Ребеночек с синдромом Дауна, поэтому, в общем-то, у них иногда бывает, что какие-то дополнительные возникают венки или еще что-то. Ну, вот у нас так случилось, но это не является пороком. Это говорили до родов, внутриутробно это ставили? Это и во время, ну, в утробе, нет, на сердечко не обращали внимания, именно после родов, когда уже стали делать УЗИ, и прослушивались шумы в сердце, достаточно сильные шумы, вот, и когда слушали сердечко. Поэтому вот все-таки я тоже с таким хмам, и всем советую до конца убедиться в диагнозе, и раньше времени все-таки, тем более не поддаваться панике, и тем более каким-то решением, потому что вот случается и так. Вообще я сидела, думала, честно, про тебя, когда этот звонок вот у нас прозвучал в студии, когда мы услышали, как женщине тяжело, как она дальнейшую свою жизнь связывает с абортом, я подумала, что, конечно, вот действие нужно, да. Ты как раз своим примером усыновила, вот ты можешь сейчас рассказать, сколько ты детей усыновила, потому что у нас, честно говоря, в нашей программе был такой диссонанс. У нас была Света, и мы говорили, Света, мама троих детей, и вдруг в один момент, там, из-за тайны усыновления, мне просто надо было однажды в эфире сказать, Света, мама восьми детей. С разницей там в несколько недель у нас Света вдруг стала очень многожиданной мамой. Я не могла объяснить телезрительно, теперь это уже можно. Расскажи, пожалуйста, что в твоей жизни произошло? Ну, в нашей жизни произошло такое чудо, вот, мы приняли под обеку еще пятерых детей с супругом, когда у нас только родился третий, Серафим, вот, Господь послал нам совершенно чудесных детей. И, ну, я не знаю, я самая счастливая мама, это самое, вот сейчас это еще большее счастье, и чудо, которое в моей жизни произошло, и вот этот момент, и вообще, в принципе, вся наша жизнь сейчас, конечно, бывают сложности, это не исключение. И с одним ребенком, и вообще, в принципе, когда ты без детей, может быть, и без мужа, все равно твоя жизнь насыщена черными и белыми полосами, она разная. Вот, и сейчас жизнь не идеальна, но я могу сказать, что, вот, я сейчас для себя определила такой термин, и такой маленький секретик, на минуту усталости, минуту радости, потому что, действительно, когда много детей, мы настолько окружены какими-то счастливыми моментами, ну, вот, там, не знаю, приготовление супа, у меня морковка пропала, смотрю, она у снеговика, еще что-то, и вот постоянно какие-то такие, мы все время смеем, все время улыбаемся, у нас дети, они тоже такие с чувством юмора. Что произошло, как пять детей попало в твою семью? Что произошло в этой семье, что вот так случилось, что они были усыновлены? Ну, вот, нам попались в наше поле зрения детишки, которые, их пятеро, они братья и сестры между собой, то есть это по маме и по папе из одной семьи, вот, и когда мы с ними познакомились, если честно, я приехала в мастер-класс делать в детский дом, и вот мы с ними познакомились, вы знаете, моя душа открылась, я почувствовала просто, это мои дети, вот, я настолько с ними близка, я настолько вот, вот, прям родные, вот, и супруг тоже, мы пришли домой, и, в общем-то, мы уже до этого готовились стать приемными родителями, проходили школу приемных родителей, но еще не было определено, кто и как, и сколько, и здесь встал вопрос сразу пятерых, но, на самом деле, на самом деле, мы в машину поместились, в дом поместились и сразу приняли решение, что все, мы приняли такое решение. Нет, конечно же, я звонила, я ездила к духовному отцу, я брала благословение, я советовалась с моей мамой, не то, что советовалась, тоже это было такое наставление, благословение, вот, для того, чтобы родители поддержали, сестра поддержала, вся наша семья поддержала, и вот, как-то, вот, у всех, знаете, душа открылась, что действительно это возможно в нашей семье, и мы стали вот такими счастливыми родителями. Я вот еще раз хочу повториться, что восемь детей – это самое лучшее, что в моей жизни происходило когда-либо, потому что они так дружны между собой, они помогают нам, помогают, но самое главное, вот, организовать процессы – это возможно, я хочу сказать, вот, моим примером, это возможно, возможно совместить, и даже вот, я не потеряла и карьеру, мы продолжаем делать и гастроли, и концерты, поэтому, в общем-то, и проекты, и общественная деятельность, все в нашей жизни осталось, просто… Я надеюсь, что умножите также в пять раз. Отец Василий, смотрите, как здорово она сформулировала, она говорит, мои дети, да, вот я увидела, и все, мои дети, да, и вот в продолжение звонка, продолжение всех этих писем, ведь, ну, они достаточно трагичные, письма от женщин, вот эти все звонки сквозь слезы, когда женщины все это переживают, как новое, из года в год, да, а вот видишь такой выход, да, ты видишь чужих, казалось бы, детей, ну, сердце твое открывается, и ты говоришь, они мои. Это один из выходов, на самом деле их, ну, как минимум пять, три из них парадных. Посмотрите, вот мы в начале программы говорили о том, вот, как покаяться, да, и вот мы сейчас вот даже в перерыве разговаривали со Светой, и вот к какой мысли мы пришли, что покаяние – это ведь не только слова у аналога, даже слезы, и все-таки не только. Покаяние в том числе может выразиться в виде благотворительности. Да, вот пошел, помог кому-нибудь, и психолог, наверное, тоже скажет сейчас, коллега, что это помогает выйти из своей депрессии. Конечно, я как раз хотела после вас подплатить. Я хочу сказать, что усыновление – это, конечно, вершина такого покаяния. Подвиг. Подвиг, когда женщина хочет найти, а ведь душа просит этого покаяния, потому что душа, ну, как сказать, не почувствовала прощения. Оно объективно есть, никто не сомневается, Бог простил, но вот эта вот кошка, которая скребет, она все время скребет, и человек хочет этого подвига, ему тогда станет легче, когда он поможет другому человеку. Это уже проверено тысячу раз. И, конечно, это вообще вершина покаяния, вершина помощи, если ты подарил жизнь другому ребенку. Елизавета, давайте еще другие нам способы, чтобы мы знали, что можно сделать, если на душе кошки скребут и тяжело. Вы знаете, только что нам звонила Анастасия, у которой умер ребеночек, и она себя обвинит в том, что, возможно, это, ну, некоторая расплата за тот аборт, который она сделала. Мне кажется, в ее случае это самое прекрасное исцеление, если, может быть, пока не усыновить еще детей, да, а, может быть, посещать детский дом, помогать семьям, заниматься, вот, посещать эти, вот, помогать этим деткам, общаться с ними, с многодетными семьями. Беременным, в конце концов, помогать. Конечно, конечно. Есть женщины, которые эту ошибку не совершили, и им нужна поддержка. Вот как раз мы в этой программе все время этим занимаемся. Мы знаем всех этих женщин. Я еще обратила внимание, что Алексей сказал, что вот я верующая, и когда женщина говорит о том, что хочет сделать аборт, я молюсь. Как важно, чтобы психологи, врачи, учителя были верующими. И если бы в обществе все специалисты были бы именно верующими, то изменилось бы само понятие морали и отношение к абортам. Давайте посмотрим сейчас с вами сюжет. Абортивное сознание – бич современного общества. Как правило, молодые пары не настроены на то, чтобы становиться родителями, а тем более многодетными. В школах, как стать будущим, ответственными мамой и папой не обучают. Врачи чаще заставляют сомневаться, нежели обнадеживают. Я вспоминаю, как у нас родились дети. И это действительно такое ощущение, когда ты приходишь в роддом или в женскую консультацию, и ты действительно первая встреча с доктором или с медсестрой, какое-то такое то ли от выгорания, то ли от профессионализма, то ли от чего-то такого. Но женщина встречает в женских консультациях и в роддомах какое-то не то, что пренебрежительное отношение, но какое-то предупредительное, что ли. Действительно, вот этот страшный вопрос «оставлять будете?» Он говорит о видении женщины, которая скоро родит, такого потенциального, что ли, источника проблемы, я не знаю. И это, конечно, от неимения веры. То есть, когда человек мыслит именно только медицинскими категориями, он не видит за этими медицинскими категориями человека. У самого батюшки много лет детей не было. И, конечно, как и для обычных людей, эти годы стали испытанием, но и многому научили. Точно знаю, что жизнь дает Господь. Вот это однозначно и даже нет сомнения. Второе, что я знаю, что над каждой семьей, над каждым человеком есть промысл Божий. Когда рожать, в каких условиях, какая семья будет у человека, какая жизнь у человека. Все зависит от промысла Божьего. Я никогда не забуду тот период, когда у нас не было детей. У нас не было 14 лет детей. И я помню это время, я уже служил священником, и такой Господь дал, ну, не знаю, как сказать, благословение или искушение даже. Приходят пары и говорят, батюшка, у нас нет детей, повенчайте нас. Ну, готовишь к венчанию, венчаешь, через год они приходят и благодарят за то, что Господь дал им детей. И я не скажу, в какой момент стало понятно, что у нас будут дети, я не могу сказать. Но вот так Господь совершает этот промысл, что нужно не то что смириться, это очень громко сказано и просто сказать. А вот как-то вот Господь посетил и решил, что вот в этот момент у вас будут сначала Юля, потом Миша. Ну, так вот. И в этом отношении нужно давать возможность Богу проявлять Его свободу. Но бывает, что обратной стороной бездетности являются аборты. До сих пор те, кто делает этот шаг, не понимают, что жизнь дает сам Господь. И в каждом ребенке, пусть еще только зачатом, существует своя божественная программа. Представляете, наши предки даже не задумывались об этом. Дети всегда воспринимались как благословение. И даже есть русская поговорка. На детей всегда Господь даст. То есть мы, взрослые люди, тоже знаем, что дети никогда не будут обузой. Пройдя через долгие 14 лет бездетности, отец Роман помогает тем, кто только стоит на пути к родительству. Проводит беседы о вреде абортов, о том, насколько страшными и непоправимыми могут быть последствия. Есть еще одна проблема. Мама, которая сомневается в том, рожать или нет, уже повреждена этим обществом. Уже повреждена вот этой не христианской, не церковным отношением к жизни. То есть, если раньше даже мамы не мыслили о том, чтобы не доведи Господь, и, наоборот, боролись за жизнь ребенка, то сейчас мы видим такое простое, что ли, поверхностное отношение к жизни. Ему, кто долгие годы вымаливал чада, непонятно, как с легкостью некоторые могут лишать жизни своих будущих детей. И опираясь на священное писание, на жития святых, глядя на иконы, он говорит со своими прихожанами именно о ценности жизни. Вот это нежное обращение Божьей Матери к своему сыну, церковь не постеснялась изобразить, потому что мы видим, что Господь наш, Он вообще любит жизнь, как церковь наша тоже любит жизнь, потому что Господь и есть жизнь. И вот эти вот проявления нежности, заботы церковь никогда не прятала. Она показывала, что Господь по плоти был человеком, и отношения матери и сына вот такие. Мария Чугреева, Борис Сафронов, телеканал «Спас». Ну что же, мы с вами посмотрели, может быть, даже вы уже, думаю, это обсудили. И мы сейчас прервемся на небольшую паузу для того, чтобы подумать, как можно стать и хорошим специалистом, и человеком, который не идет против совести. Не переключайтесь. И это снова прямая линия жизни. Мы помогаем вам, чтобы вы сохраняли вашу беременность, вы рожали своих деток, чтобы вы были счастливы, были такими замечательными мамами, замечательными папами. Вокруг вас бегали дети, и в старости стакан воды, и вообще счастье поляна. Вот, и уже забудете про нас, а дети останутся. Пускай наша программа работает, пускай помощь у вас будет. Ничего не бойтесь, звоните и пишите к нам. Я зачитаю письмо. Здравствуйте. Моей маме говорили, что я не жилец, уж до 18 не доживу. Чтоб не привыкала. Ну, как бы, ребенок родился, и врачи говорят, не привыкай, он все равно долго не проживет. И я это даже помню. Даже при мне. Сейчас мне почти 40. У меня двое детей. Я считаю, что мама меня вымолила. Со второй моей беременностью врачи меня пугали, что может быть что-то не так. Но ребенок родился здоровый. Мы не знаем, когда и какая болезнь нам будет послана, и для чего. Вот действительно, да? А жизнь идет своим чередом. Отец Василий, все-таки, ну, промыслительно. Вот Господь дает жизнь человеку. Он ей управляет, и болезнь не уходит. А кому-то здоровому, наоборот, приходит. Я вот сейчас смотрю на тебя, Наташа, у тебя за спиной заставочка, программа «Прямая линия жизнь». И я вспоминаю псалтырь из шестопсалмия. Человек, як отрава дни его, подует ветер, и расцвела сочная. А заберет Господь дух, и все. Только у Бога есть власть давать и забирать этот бесценный дар. А то, что человек восхищает, ну, это вероломство, и это всегда было и останется грехом. Это дерзость от гордости произошла. Нам бы все-таки больше веры, доверия Богу. И не брать у него то, что только ему принадлежит. А вот это произошло, потому что человек начал искать комфортную жизнь. Да, и сочинили всякие слова, понятия, обозвали человека эмбрионом. Еще сочинили всякие слова для греха. И так прикрыли его такими фиговыми листочками. Но правда, она остается правдой. А это отзывается на сердце людей. Елизавет, вы, наверное, видели не раз, когда мама сомневалась, боялась и почти шла на поводу у... Да даже не то, чтобы там врачей, как будто бы я только врачи плохие, ни в коем случае, сидя с врачом, я такого себе не позволю. И сидя без врача тоже не позволю. Но такие же люди, да, такие же люди, они это советуют. А вы видите, что эти прогнозы, они не оправдались. Было такое? Конечно, было неоднократно. И более того, хочу сказать, что женщина, когда находится вот в этом состоянии выбора, когда еще и специалист говорит, о, вам нельзя оставлять этого ребенка по какой-то причине, она вообще перестает нормально соображать. То есть на нее нападают всевозможные страхи. Она вообще утрачивает. Даже те мозги, которые у нее были, они у нее в этот момент совершенно куда-то исчезают. И более того, понимаете, здесь же очень интересный феномен. Здесь просто снятие ответственности. Родители говорят, не рожай ребенка, потому что, вероятно, он больной, тебе и врач. Говорит, врач себя снимает ответственность, не рожай ребенка, потому что есть вероятность такой патологии. И что получается? Женщина говорит, это не я принимаю решение, мне все сказали. И что получается? Бедный вот этот ребенок, за которого никто не может заступиться. Ведь он не может сказать, мама, оставь меня, спаси меня. Он не может. У него нет, по сути, адвоката. Все против него. И, конечно, я считаю, что женщине повезет, если ей попадется верующий врач. И если он ее поддержит в этой сложной ситуации. Значит, к адвокату теперь. Алексей, вы хоть и не адвокат, но врач, но вы сами говорили, что были такие случаи, когда отговаривали от абортов. А случаи, когда диагнозы не подтверждались, были? Да, таких случаев очень много в моей практике. И у меня вот постоянно сохраняется контакт с какими-то такими запоминающимися мамами, детьми. И вы знаете, я вот в своей практике, чем больше ты веришь в Бога, тем более у тебя какие-то акценты меняются в жизни. Я понимаю, что современные люди, они не умеют ждать, они торопят время. Они хотят идти на опережение. И хотят опередить природу развития своего ребенка. И вот одна из мам говорит, ну вот, все, моему ребенку нам три года. Да, он хорошо физически развит, но он не говорит, не поет, не стихи рассказывает. Начинает его водить там неврологу, психологу медицинскому, каким-то образом нажимать. Я говорю, а физически полноценный ребенок, да, то есть ты его видишь, ты видишь, как он себя ведет, ориентируется в обществе. И вот проходит там полгода, год, он начинает говорить, читать стихи. И ты понимаешь, что вот в этой ситуации мы просто не умеем себя притормозить, подождать того естественного, на что. И тем самым сопротивляемся природе. Были случаи, когда сами пациенты не верили в себя, что они забеременеют там естественным путем после каких-то операций и родят ребенка. И вот такой запоминающий случай, что вот я очень немного работал в свое время в экстренной хирургии, большой, да, больнице нашего города. И по дежурству перерывал пациентку. И вы знаете, вот через три года пришло от нее смс-сообщение. У меня сегодня родился сын, беременность получилась естественным путем. Ну, мы назвали вот Алексеем, для меня это какая-то честь и хлова. И за такие, знаете, вот ради таких случаев хочется жить, продолжать, верить. Не то, что нельзя надо, нужно в Бога. Именно вот Бог нас ведет по правильному пути. А вот вы когда такую смс-очку получаете, вот как вы... Я их храню. Да? Да. Папочку складывать. Я их храню, я этим живу. Да, Алексей, это вот очень приятно сегодня слушать. Вот сегодня сказали, что с ночной смены, суток, и вы успели 12 родов принять. 12 человек родились. Я слушал вас и тоже так подумал, но у меня не было такого. У меня рекорд трое родов вот в день я мог принять. Мой папа вот в перестройку по 50 человек крестил. Но мы называем вот крещение вторым рождением, да? Поэтому, когда пальцы пахнут миром, ну, ты приходишь, там, в трапезу, там, вилку взял, пальцы пахнут миром, и сразу, ой, я сегодня роды принял, да? А у меня рекорд трое в день. Я вам... Позвольте, руку, пожалуйста. Какое откровение сегодня на себя смотреться. Адет Васильев, вы знаете, вот когда рождаются малыши, и сегодня созданы очень комфортные условия для каждой женщины. Вы знаете, и мне очень приятно, что сегодня в современном акушерстве мы научились любить наших женщин. Кто бы она ни была, каким бы возрастом она ни была, какого бы по счету ребенка она ни рожала. И вы знаете, когда вот рождается ребенок, и от него пахнет вот этой вот нерезной, молоком, чем-то новым, да? Ты понимаешь, что вот это счастье, вот ради этого стоит жить. Это такие эмоции, которые не передать. Нет, даже этот запах сейчас вот вспоминаешь, и все-таки четверых, да, родила. Но ни с чем не сравнится. Отец Дмитрий Смирнов про это говорил. Отец Васильев, помните, как пахнет шейка младенца между ухом и шейкой? Лучше, чем всякая парфюмерия. Давайте, у меня песнецо еще есть, нужно обязательно ответить. У меня предстоит третье кесарево, Алексей, это, видимо, к вам. Речь идет о перевязке труб. Врачи говорят, что хватит мне и третьего ребенка. А вдруг мне с мужем захочется еще детей из Крыма письмо? Ну, вы знаете, я такую ремарку... Я однажды в соцсетях написала вообще про эту проблему, и так много женщин написали, что после третьих родов, после повторного кесарева советуют прям перевязывать трубы. И женщины, ну, только что родили, они как бы не в лучшем состоянии, они смущаются сильно и говорят, а как вообще реагировать? Это так неэтично, так некрасиво. Мы в неловком положении, и надо отказывать и доказывать, что я это не хочу. Зачем это предлагают? Конечно, видимо, в каждом регионе своя политика работы врачей, но на сегодняшний день принципиальным моментом является ни в коем случае не предлагать это пациентке. Почему? На это даже нет особо медицинских показаний сегодня. И когда речь идёт о третьем, о четвёртом, о пятом, мы шестой раз бывает входим в брюшную полость, чтобы сделать операцию кислотчения. И тем не менее, сама пациентка всегда принимает решение и пишет письменно информированное согласие, поскольку это является юридически обоснованным документом. На это есть определённые критерии, когда пациентка может себе позволить это сделать, и могут себе врачи. Без собственного согласия пациентку к этому никто не приведёт. Сегодня в России служба родовспоможения, она выстроена по алгоритму, она правильная. Мы сегодня приверженцы естественных родов, и мы женщинам объясняем, что родить ребёнка естественным путём это и для матери, и для ребёнка. В сотни раз лучше, в сотни раз лучше. Ну, самое главное, что после аборта, конечно, отдохнёте. После аборта, ну вот, в нашей системе здравоохранения я слышала такую фазу сама лично. К сожалению, такое бывает, но это, наверное, какие-то частные случаи. Сошлёмся на это. Но после аборта отдохнуть невозможно. После аборта, как мы видим, годами, десятками лет, ты возвращаешься к этой истории и понимаешь, что ничего поправить невозможно. Так что так делать нельзя. У нас небольшая пауза, подумаем и вернёмся в эту студию. Это снова прямая длина жизни, и наш следующий сюжет – это ещё один пример счастливого материнства, борьбы со страхами, с общественным мнением и, возможно, даже с самой собой. Анна Сергеева. Мама шестерых детей встретила нас с таким уже привычным для нашей героинь и прекрасным выражением лица, которое свойственно только беременным. Анна ждёт седьмого. И хотя перерыв между рождением Ефросинии и новой беременностью был небольшой, семья не испугалась трудностей. Всегда неожиданно и волнительно, но это всегда радость. То есть мы воспринимаем всех детей как подарок. Я успела поработать, наверное, года три, сейчас уже точно не вспомню, и вот в мае будет скоро десять лет, как у меня непрерывный, декретный отпуск. Дети погодки. Как говорят, мало-мало-меньше. Даже здесь, на детской площадке, попробуй за всеми уследи. Маша, Саша, Серёжа, Ваня. Кажется, проблем пока не доставляет только внимательно наблюдающая за всеми Фроси. Но в правильно организованной семье всё решаемо, и обязанности распределены. Я научилась восполнять свой ресурс. Я поняла, что нужно обязательно заниматься чем-то для себя, для того, чтобы что-то дать детям. И дети тоже к этому привыкли. То есть у меня, например, есть 15 минут тишины утром. То есть после того, как я всех детей покормила, я всем говорю, я говорю, теперь я делаю добрую маму. Мама наливает себе чай, достает шоколадку, все дети уходят в комнату. Дневной сон. Я никогда не занимаюсь домашними делами. То есть когда дети спят, это моё время. Я в это время бежу, вышиваю, читаю, смотрю кино. То есть я отдыхаю для того, чтобы были силы, когда дети проснутся, быть в хорошем настроении, чтобы их быстро всех одеть, отвезти по кружкам, помочь сделать уроки, приготовить ужин, покормить, почитать, уложить. И когда все дети спят, в общем-то, это время родителей. Материальные проблемы не пугают. Анна поделилась, что с очередным ребёнком у мужа или повышение по службе, или прибавка к зарплате. От этой семьи просто исходит добро и любовь. А старшая Настя расстраивается вовсе не по поводу шалости младших. Я ходила к психологу, и у нас было задание нарисовать свою семью. Я успела нарисовать только четыре человека за час. Это маму, папу, себя и старшего брата. А всех остальных я не успела нарисовать. Я очень даже рада, что я помогаю маме, что у меня есть столько много сестёр, братьев, что я могу водить. У меня есть такая возможность гулять, проводить время с ними. У них всё вместе, всё с радостью, всё с верой. Конечно, за этой лёгкостью скрывается и усталость, и бессонные ночи, и волнение, и ответственность за каждого. И бывает, что сил не хватает. Когда уже руки опускаются, хочется плакать от усталости, говоришь, Господи, помоги мне. И именно это и помогает. Вера – то, что помогает ей и в радостном принятии каждой беременности, и в трудностях материнства. И Анна во всём полагается на Бога. Если сама где-то может устать, то Господь уж точно детей не оставит. Я не могу быть одновременно со всеми детьми, но я могу их доверить Богу. Я могу за них помолиться. И я уверена, что если они сейчас не со мной, то с ними Господь. Мы прощались, и нас потрясла эта хрупкая и удивительно сильная женщина. И хочется, чтобы такое многодетное счастье ощутили все. Мария Чугреева, Александр Маклеонов, Денис Калантай, телеканал «Спас». Мы с вами посмотрели материал. Конечно, очень сложно жить в социуме, когда со всех сторон все на тебя приглядываются, прислушиваются, дают какие-то советы, и ты начинаешь сомневаться. А иногда такое вот неосторожное слово кого-то со стороны, оно перекраивает всю твою судьбу. Но я знаю, у меня есть одна история, где женщина, у которой 8 детей, она потеряла мужа. Вот, кстати, тоже в продолжении наших сегодняшних историй. Она справляется одна с этими детьми, и дети являются ее опорой. Отец Василий, поддержите, наверное, вот нас всех, женщин, которые с одним сомневаются, и с вашим семью, и нам всегда хочется мужской плечо, скажу честно. Ну, поддержите, и как священник, и как мужчина. Хорошо. Во-первых, как человек я поблагодарю вас всех. Таких русских, про которых писатель писал, что и коня на скаку остановишь, и горячую, и избы войдет. Ну, знаете, что в священном писании написано, что нехорошо быть человеку одному. И это естественная гармония. Когда мужчина дополняет женщину, и наоборот, да. Но иногда случается так, что маме нужно быть и мамой, не забывать оставаться мамой. И нужно в каком-то смысле и папу заменить. Это ясно, что это не получится. Но все равно. Невозможен человеку, возможно, Богу. И мы видим массу примеров, когда у одинокой женщины выросли порядочные дети. Они состоялись в жизни. Самое главное, они добросовестные люди. Они не негодяи какие-то. И она дала им вот самое главное. Ну да, не научила пилой там, или гвоздей, но она научила их правде, научила их совести. Вот это нравственное основание она дала ей. Как это можно сделать? Ну, только собственным примером. Так что продолжайте быть такими. Вот быть совестными, добрыми, быть верующими. И я уверен, все будет хорошо. Елизавета, к вам наверняка приходят женщины одинокие. Ну, вообще, бич времени. 71% разводов у нас в стране. Что вы им говорите? Как им хрупкой такой, беззащитной остаться, и в то же время все вот это вот на себя тащить? Вы знаете, не так давно приходила женщина, она осталась вдовой. Она стала вот одинокой вследствие вдовства. И она жила за мужем, просто как за каменной стеной. Она была абсолютно счастлива. Все у нее было легко и хорошо. И здесь она потерялась. У нее настоящая апатия, депрессия, все признаки. И вы знаете, она нашла себе поддержку в помощи другим таким женщинам. Она стала вести группу, чаты. Она стала заниматься с детками, потому что она педагог по первому образованию. И вот, ну, естественные веры, конечно, и храм, и общение с другими женщинами, которые попали в такую ситуацию, поддержка их. Все это ей дало силы, и она смогла пережить свою скорбь, пережить свою утрату, и не чувствовать себя такой одинокой. К нам пишут, звонят женщины, которые вот сейчас сомневаются, как ребенка сохранить со всех сторон. Одни советы. Очень много женщин пишут, мужчина оставил. Беременную, да? Отец ребенка сбежал. Нет, и с маленьким ребенком, может быть. И вот где этот баланс? Как все-таки продолжить свою жизнь, не впасть в какую-то апатию, в уныние, да, и в то же время остаться женщиной? Ну, во-первых, нужно, конечно, переживать ту травму, которая случилась, пережить вот эту историю, осознать ее. И она же осталась не одна, она осталась с ребенком. Как можно сказать, что она одна? С родившимся, не родившимся ребенком. Их двое. И каким бы ни был этот мужчина, все равно это плод их любви. Это Господь дал этого ребенка. И, сосредоточившись на нем, я просто глубоко убеждена, что и встретиться достойный человек, ну, или если даже пока в ней не встречается, она будет проживать интересную жизнь, заботясь о своем прекрасном ребенке, о себе, как о женщине, не забывая, потому что материнство – это же подлинная женская сущность. И, собственно, именно в этом, проявляясь, она будет ее укреплять и развивать. Светлана, я вижу, вы так загадочно смотрите. Согласна или нет? Я согласна. Мне бы хотелось добавить то, что вот волос головы не упадет без воли Божией. И когда это постоянно осознаешь, потому что и в моей жизни, и в каждой человеческой судьбе бывают такие периоды, когда, ну, тяжело, действительно. Иногда даже вот просто не высыпаешься тяжело. Вот по-разному бывает тяжело. Вот, и когда ты понимаешь то, что на все воля Божия, и самое главное – принимать все, и не переставать любить. И особенно дети, все, что касается детей, мы через них столько любви получаем, и учимся такой любви. Особенно, кстати говоря, хотелось бы все-таки сегодня добавить. Очень много сегодня говорили про особых детей, и боятся, что подтвердятся диагнозы. У меня вот Сонечка, особый ребенок, синдром Дауна. И я тоже когда-то испугалась, когда узнала про этот диагноз, испугалась, просто переживала, что мне с этим делать, не знала, куда идти, и куда бежать. И вот этот вот страх меня тоже окрылил, и я обижалась на Бога. Это было так неправильно, я очень долго каялась до сих пор, переживая по этому поводу. Но это тот ребенок, который столько света принес в нашу семью, столько любви, и меня научилось совершенно другим чувствам. И каждый ребенок, который рожден, и особенный ребенок, любой ребенок, он принесет столько любви, он научит любить. Наша цель, наверное, научиться любить в этой жизни. И иногда через детей, возможно, это можно научиться. Поэтому волос не упадет без воли Божьей. И все, что происходит, значит, Господу сейчас так угодно. Каждый сегодня просто как алмаз, как бриллиант был, так прекрасно. И все слова прозвучали, которые вы должны были услышать, наши телезрители. А ведь для Светы первый ребенок, Сонечка, это просто драйвер всей ее, и карьеры, и дальнейшее усыновление, удочерение. А возможно, встречались врачи или какие-то люди, которые, видя уже первого рожденного ребенка с диагнозом, сомневались, что второе, третье родятся здоровые. Хотели посеять панику, но Света была непоколебима. Это прямая линия жизни. Мы встретимся с вами через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин